Здоровье самое дорогая и самая хрупкая вещь на свете. И на самом деле очень здорово, когда есть люди, которые со своих ранних лет мечтают помогать другим, как мой сегодняшний герой. Это телепроект «Человек в городе». Знакомьтесь, Сергей Грязнов. С тех давних времен, когда жила Авиценна, мир изменился в лучшую сторону, а прогрессивно развивающаяся медицина становится спасительным лучом света. Но до сих пор никакие аргументы не способны успокоить человека, переступающего порог даже самой лучшей больницы. Мы все одинаково рабеем перед людьми в белых халатах. Больные очень боятся врачей. Не то, что молодых, они всех боятся врачей. И очень многие больные, они просто сами для себя еще не знают, надо им делать операцию, нет. Это касается, допустим, фарикозной болезни. Сергей Грязнов возглавляет отделение сосудистой хирургии. В его альмаматор всегда многолюдно. От левого конца коридора до права простираются койки с больными. И абсолютно каждому, как таблетку успокоительного, требуется его совета внимания. Оказывается, к нам на лечение едут пациенты со всей страны. К нам из Московской области едут люди из Москвы, из севера, из Вольного Востока. По-всякому бывает. Профессия врача, как говорил Антон Палч Чехов, это подвиг. Но много лет назад обычный мальчик, сын простых инженеров, об этом и не задумывался. Трудноизлечимых болезней у соседских котов и собак не было, но уже лет в 6 Сергей твердо решил, что будет лечить людей. Ну, конечно, не мог сказать, каким именно врачом я буду. Но я вот с создательного возраста могу сказать, что я хотел быть всегда врачом. И всегда хотел быть хирургом. Не то, что сосудистым хирургом, конкретно, которым я потом оказался, а именно хотел быть хирургом, делать операции. То есть это меня интересовало. Сколько он себя помнит, его никто и никогда не заставлял учиться. Учеба для меня никогда не была обузой, и я как бы относился к этому как к своему обязанности. То есть если родители ходят на работу, если у них такая работа, значит у меня лучшего бы работа. Вижу, как сейчас учится молодое поколение, у меня в основном есть дети, которые ходят в школу. Я вижу, как им тяжело дается эта учеба. По каким-то непонятным она делается образцам, книжкам, учебникам. У меня никогда не было проблем с учебой. Я приходил из школы, учил уроки, и у меня было еще масса времени для того, чтобы пойти погулять. Сегодня у Сергея Грязнова двое своих сыновей. И старший тоже мечтает о профессии врача, только стоматолога. Когда старший был поменьше, он приходил на работу со мной вместе. Я тут его оставлял, он там занимался какими делами. И когда он приезжал домой, его спрашивали, что папа ходит, что папа делает на работе. Он говорит, ничего, ходит. Если бы только он знал, с каким трепетом каждый больной ждет этого обхода. Наверное, это первая съемка, когда люди совершенно не обращали внимания на посторонних и доверчиво позволяли наблюдать со стороны. У больных, которые хотят полечиться, но не от чего их лечить, гораздо меньше. Слава Богу. Представьте, за год под скальпи сосудистых хирургов только в этой больнице ложится более тысячи пациентов. Кто-то дотянул до последнего, других больше заботит эстетическая сторона. Я не могу сказать, что мы у всех поголовно оперировали. Нет, мы и определенных больных не оперировали. Но для того, чтобы узнать, надо их оперировать или не надо их оперировать, их, несомненно, надо положить в отделение, сделать определенную диагностику, которая также сложна и многообразна, и потом уже определиться в плане дальнейшей тактики винины. На плечах любого врача лежит огромная ответственность. Мне трудно представить чувство человека, который ежедневно уверенно берет в руки скальпель, прекрасно осознавая, что в этот момент только он отвечает за чужую жизнь. Все сложно, я не могу сказать, что все легко, потому что самая банальная операция, которая может длиться полчаса, она может закончиться чем угодно. Это специфика не только моей специальности, а специфика всей медицины, в принципе. Особенно тех докторов, которые работают с хирургами. Можно иметь прекрасные знания, быть готовым к самым трудным ситуациям. Но один из важных инструментов хорошего врача, несомненно, сострадание. Чем кардинальнее решение, тем выше доверие между врачом и пациентом. Я думаю, что у всех хирургов так, когда ты вообще ни на что не надеешься, а потом человека выписываешь, и как бы потом он приходит на своих ногах живой. Вот эти самые такие запоминающие случаи. Если покопаться в его собственной биографии, то найдется немало увлечений, тренирующих выносливость и способность мыслить на несколько шагов вперед. Взять хотя бы шахматы. Он еще юношей получил взрослый разряд. А как вам Сергей Грязнов в роли танцора? Представьте себе, 9 лет кружил партнерш в бальных танцах. Я не сказал бы, что мне это очень нравилось. Но как бы так, по большому счету, это тоже определенная школа, потому что это общение с людьми и умение ладить с людьми. И, ходя на бальный танц, мы также посещали еще смежные специальности, смежные секции. Например, у нас была спортивная подготовка, бассейн. Сергей без труда закончил школу с золотой медалью и легко поступил бы в любой понравившийся вуз. Но примерно за год до поступления в Рязани открыли медицинский класс. Правда, на базе другого учебного учреждения. И именно этот факт его сильно смущал. Принять решение помогли родители. У нас было, я его сейчас не помню точно, около 14 химий уроков в неделю и 10-9 биологий. Ну, литература, конечно. Сергей Грязнов начал работать санитаром, еще будучи студентом меда. Ему повезло и с практикой, и с учителями. До 2012 года отделение возглавлял Павел Григорьевич Вальпин. Достаточно легендарная личность. Он и сейчас работает в добром здравии. На соседней стене есть даже фотография в компании с Иосифом Виссарионовичем. Все фотографии, которые у Павла Григорьевича здесь есть, мы, естественно, никакие не брали, не убирали, не трогали. Сегодня он сам пример для подражания. И поверьте, в рязанских больницах отношения между действующими и будущими докторами не сводятся к банальному примеру бытов и интерны. На базе нашего отделения работает кафедра нашего медицинского университета. У нас есть и студенты, и аспиранты, и ординаторы. Неплохие ребята. Некоторые даже могут и пошутить, и посмеяться. И мы, в принципе, никогда не делим коллектив на врачей, ординаторов, интернов и еще кого-то. Все вместе как бы находимся. Вот это наша ординаторская. Здесь все доктора сидят, работают. Когда человек уже знает, куда он идет, и когда он уже понимает, что он пойдет в медицину, тут как бы очень сложно испытывать стрессы. Хотя я знаю очень много людей, которые и падали в обрак в операционной поведе операции и действий бригады докторов. Похоже, медицина надежно поселилась во всех областях его жизни. Например, с будущей супругой он познакомился, будучи студентом четвертого курса. Она как раз поступала в медицинский. Сегодня Татьяна Грязнова – врач ультразвуковой диагностики, работает в детской поликлинике. А вот к тому, что кто-то из детей продолжит этот тернистый путь, Сергей относится двояко. И жена, и я его никуда не сподвигаю, потому что я, честно говоря, не хочу, чтобы они были врачами, я один и другой. Почему? Ну, очень тяжелая работа, и это отнимает очень много энергии и сил, и я дома предпочитаю вообще молчать. Ну, если что-то такое случится, я, конечно, могу сказать. Вот так я предпочитаю это не обсуждать. Что ни говори, Аризань все-таки маленький городок для головокружительной карьеры. В нашу бы глубинку да посерьезнее финансирование заткнули бы за пояс всю Европу. То рвение, то терпение, то знания, которые есть у наших докторов, у наших докторов, медсестер, они выше, чем в Москве. Например, в Москве. Здесь можно посмотреть, какой нам ремонт делали. В принципе, достаточно долго было, может, в плачевном состоянии. Но, слава богу, что сделали ремонт. Ремонт сделали не то, что, конечно, в нашем отделении, а ремонт сделали во всей больнице. Так что мы сейчас довольны, работаем с удовольствием. А на вопрос, узнают ли его на улице, с таким-то количеством пациентов практически хором ответили «за кадром». Слава богу, нет. Ну, редко о чем знают. Нет, не знают меня. Далеко не все доктора от бога. И, побывав в руках тех, кто мнит себя профессионалом, вдвойне трудно довериться человеку в белом халате. У меня планы какие, чтобы у нас как можно лучше работало отделение. У меня есть определенные планы, определенные, так скажем, задумки по поводу того, что приобрести еще в отделении, какие аппараты, какие инструменты, как еще что-то наладить. Вот такие планы. А в плане жизни я хочу купить дом и жить там в выходные дни. У него непростая задача – сначала убедить в своей компетентности, а уж потом брать в руки тонюсенькую ниточку человеческой жизни, которая ни в коем случае не должна порваться. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...